Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. А мы продолжаем прямо сейчас проходить эту замечательную игру в предвкушении второй части Рагнарёк. В предыдущей серии, кстати, кто её не видел прямо сейчас в правом верхнем углу экрана, она выскакивает. Очень много было сюжетных поворотов, событий. Вот у нас тут появились чудесные, посмотрите, какие чудесные клинки хаоса. Те самые проклятые, которые напомнили историю Кратоса, его настоящую историю. Достаточно жестокую. Но ничего, ради сына. Ради сына он готов на всё. Потому что от Трею стало плохо. Мы пошли к Фрею и... И что? И она сказала, нам нужно идти в мир мёртвых Хельхейм. Этим мы сейчас с вами займёмся. Но сначала давайте посмотрим, что можем улучшить. Мы вот один разочек там вкачали через XP клинки хаоса, но больше ничего с ними сделать не можем. К сожалению, к сожалению. Это всё через какой-то огонь или через муспельхеймские испытания и те материалы работают. Хочу продать вот эти все чары, которых у нас очень много. У нас в броне, в самой, кстати, топовой броне. Тюра стоят чары пятых, шестых уровней. То есть они фиолетовые, золотые. Ну, короче, самый топ, самый сок. А это нам, в принципе, не надо. Получим порошок и получим серебряшки. Они никогда лишними не будут. И будем с вами двигаться. Без Атрея мы не будем никуда ходить в новые места, да? Сражаться с врагами. Потому что как так? Сначала нужно помочь ребёнку, а потом уже заниматься своими делами. Вот уровень. Потому что мы с вами подняли. И пройтись по локациям надо, чтобы всем пизды дать, кому мы не могли до этого. Да. Идём. А вы, ребят, за такое должны прямо сейчас спуститься под ролик и нажать на лайк. Чтобы он стал чёрным. Ага. Ну чё, поехали? Ванахейм мир недоступен. Муспельхейм мир закрыт. Нефельхейм у нас закрыт. Асгард, соответственно. Свартельхейм тоже. А вот Хильхейм свободен для перехода. Ну и будем двигаться. Что, Мимир, сышь? А мы вот с бездельниками ни черта не сым. Сейчас мы там покажем, где раки зимой, да? Кратос, чё ты-то скажешь? Блядь, какой серьёзный. Но мы готовы, готовы. Давайте всё-таки, наверное... Хотя нет, мы не можем пользоваться там топором. Точнее, можем, но очень бесполезно. Именно за этим мы и вернулись. За клинками. Потому что это единственное оружие в том мире, которое действует на мёртвых тварей там. Странствия, хворь. Да, от Рею стало плохо. Это какая-то... Чахотка у него там, чесотка. Была ещё до всех этих приключений. Кашляет кровью, что на самом деле напоминает какие-то раковые образования у него где-то в лёгких дыхательных путях. Но он ещё переволновался, когда отца мучил Моди. Один из племянников Одина. А другого мы с вами завалили. Магнера. Если я не путаю. Но если путаю, в комментариях напишите мне. Даже Один не может вынести стужу Хельхейма. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Мы их там прогреем. Полную прожарку устроим. Да. Хельхейм. Область открыта. Это не просто мир мёртвых. Это, блядь, замёрзший мир мёртвых. Давайте быть внимательным. Смотрите, уже какие-то кувшины. Уже здоровье пошло. Чё-то кажется... Встреча будет... Не такой тёплой. Семейные реликвии. Семейные реликвии. Я слышал историю о мертвецах, уносящих драгоценности с собой в Хельхейм. А вдруг эту брошь уронил кто-то из них? Мама никогда не носила украшений, поэтому я до сих пор не видел ничего подобного. Надо будет показать эту штуку Броку. Вдруг он захочет её купить? Кстати, вот тут до сих пор пишется от имени Атрея. Но если мы прямо сейчас переключимся на главные квесты и посмотрим вот сведение Ацеля справа, то увидим, что это пишет Кратос от своего имени. Держись, малыш. Фрей тебе поможет. Я сделаю всё, что она попросит, чтобы спасти тебя. Да, и кстати, мы с вами не видели. Так, ну Хельхейм это понятно. Альфхейм, у нас 4 мира получается, что ли, только доступно в этой игре. Остальные будут у нас показаны в Рагнарёке. Но, видимо, да. Да, что вот клинки хаоса, и у них также есть слабые и сильные рунические атаки, и, ну, соответственно, рукоять. Но, не одна. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперёд. Так мы придём куда надо. Нет. Просто прямо мы не пойдём. Больше никогда сюда не попасть. И вот, смотрите, опять эта штука. Яна срекрасным горит. Может быть, тут нам что-то дадут в Хельхейме, чтобы эти магические, рунические, какие-то двимерские механизмы активировать. Смотри, идут уже. Да, да. А ну подходи по одному. Опа. Ребят, ну как-то так. Неправильно, что ли? Давайте как-то. Давайте, давайте. Вот так вот. Или дружно в ряд вставайте. Чтоб как-то вас удобно было бить. Ага. Ну, конечно, медленно, медленно их ковыряем. Ничего не скажешь. Ты один там запропастился. Давай мы тебе немножко поможем подойти к нам поближе. Если ты этого хочешь, сучонок. И вот так вот. Хочу дать ему просто... А, нет. Я ему хочу просто наковырять руками. Давай, я хочу отпарировать. Вот так. Не с первой попытки. Ну, все-таки получилось. Так. Ну, все, все, ладно. Так уж и быть. Не будем понтоваться. Бестиарий обновлен. Вожак разбойников. При жизни эти разбойники были очень сильными. А после смерти стали еще сильнее. Я путаю. Я каждый раз называю их чужаками. А это, блядь, тени. Это не чужаки. Чужак у нас был бальдером, когда мы не знали, кто он есть на самом деле. Просто есть тени, а есть просто разбойники. Разбойники желтые, а это тени. Их тени. Это какие кусты? Я сейчас не успел обратить внимание. Сильные? Синие или красные? Спартанский натиск. Слабая руническая атака. Атака с рывком вперед, в ходе которой герой наносит врагам удару огненным щитом с небольшим уроном от огня. Интересно, конечно. Берем, прокачивать. Давайте разочек-то уж точно можно. И за 6 тысяч? Не буду. Я думаю, достаточно пока единички. Да, это синие. Видишь, одна из причин, по которым мы вернулись за мячами. За клинками, Мимир. Попрошу заметить. Это клинки. Мячей у Кратоса не было никогда. Ага. Да. Отходим. Попробуем. Ага. Ну, неплохо получилось. Только я думаю, как-то это более масштабно. А по ногам можно? По ногам можно, только толку нет. Ой, а нас они морозят. Прям, смотри, чудо. Лучше не попадать. И после этих слов я... У тебя все в порядке. Ой, какой... Какой Кратос медленный становится. Ух ты ж, ух ты ж. Ну, Мимир получается, что так. Так, но на самом деле от этого я понял тактику против них. То есть там лучше вообще постоянно упрыгивать. И не получать ни единой тычки. Иначе... Ну, ты как бы максимально замедляешься. Опа. Я слышу пакость. А вот и пакость. Получается хорошо, что мы погибли? Используй огонь. Видишь, одна из причин, по которым мы вернулись замечательно. Отходим. Ну-ка, пошел. Почему? Каким образом? Вот, хорошо. Давай разорвем его. А ну, судо! Готово? Нет. Вижу. Либо прыгивать, либо блокировать. Помогает и то, и другое. Готово! Неплохо. Ну все, тактика выработана, я понял. Ну, как обычно, парировать, блокировать, ничего нового. Ну, с ними это особенно нужно делать внимательно. Бля, ребят, ну давайте уже что-нибудь новенькое. Смотрите, попало. Так, тихо. Давайте как-то выберем, что ли, зону какую-то. Ё-п-в-м. Как-то, может быть. Я пытался, блядь, как-то круто сделать с тобой ироническую. Нихуя не получилось, ладно. Бывает, бывает, я думаю. Опять отсюда, да? Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившись. Да я не это хотел. Видишь, одна из причин, по которым мы вернулись замечать. Брат, сзади! Блядь, сволочь. Нормально. Кстати, даже не так много урона. Они такое чувство, что сами даже в какой-то момент подмораживаются. Сволочь. Уроны немного, но вот эта заморозка. Хорошо, тогда потом буду собирать тот сундук. Ёбаная крота. Пиздец, морознилка. Давай, давай, скидывай его и, блядь, туда, да. Давай размораживайся уже. Подходите. Подходите, подходите под удары, всем хватит. Кто еще? Ага. Отлично, отлично. Что-то не так. Ну, напряжененько. Всех валькирий призвали в Мидгард? Выводок из Хелия. Эти безлики существа очень злые и не раздумывая бросаются в атаку. Они владеют той же ледяной магией, что и другие пришельцы из Хелия. Папины клинки рубят их с легкостью. Ну, не прям уж с легкостью. Ну, блядь, мы опять сталкиваемся. Только мы почувствовали вкус, наслаждение, да, от всей той прокачки, что мы делали на протяжении 20 серий. И тут нам опять дают новое оружие, непрокаченное, несильное, немощное. Да никакое, блядь. И нам, мол, пользуйтесь, радуйтесь, что-то новенького хотели. Да получайте. Души не могут пройти, да? Точнее, могут, но как-то очень медлительно. Давайте, ребят, места на всех хватит, блядь. Вторым, третьим рядом там встанете, ляжете. Смотри, что? Сейчас что-то будет. Подвиньтесь. Не трамвай, а въедете. Я все-таки человек посерьезнее в этих делах. Ну да, определенно что-то нам здесь дадут. Для активации этих дверей. Заперто. Что теперь? Что-нибудь там видно? Да там все то же самое. Но вижу сундук. А сундуки мы с вами любим. Так. Вот здесь, да. Немного заплутал. Не понял, а вот это? Это для красоты здесь? Походу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Я думал, наверх можно поднять. Что, символ на стене был? Ну, нет. Не дают. Еще-еще эти тени. Ребят, у вас там должно хватать работы. Видели, сколько к вам новопришедших? А ты чего не доставишь, что? Ой, блядь. Сотри, че? Фигирь, а? Ну и че будем делать? Готов один. Ага. Я тоже, блядь, со щитом. Если не займете. Опа. Ага. Хорошо. Вот так можем тоже, да. А вы че думали? А мы не такие слабы. А-а-а, упал. Говню, блядь. Э-э, тихо. Тихо-тихо. Вы че здесь? Да я щит нажимаю, блядь. Блядь, нет. Че за тупость? Это максимально был простой бой. Ай, я нажимал, все. Че не хватает? Вам. В больных, что ли? Че происходит? Ну-ка, давайте туда, блядь, все сваливайтесь. Да, там, блядь, стоят в очереди. Без Атрейд тяжеловато, конечно, с этими щитовиками. Без его стрел. Так что, сыну нужно скорей на ноги поднимать. Без него никуда. В этом нелегком приключении. Бестиарий обновлен. Вожак разбойников. Эти враги умеют отражать броски папиного топора, поэтому их лучше оглушать кулаками. Ну, мы тут даже кулаками не пользуемся. Хотя, может быть, как-то стоило комбинировать, я не знаю. Как лучше работать с клинками хаоса. Часовой разбойников. Этот разбойник носит щит и знает, как им пользоваться. Похоже, у него все-таки есть разум. Да, он делает это очень... Очень знающий. Сельхейм, Сельхейм, что же ты такой недружелюбный? Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному. Особенно, если речь о мире духов. Как света Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфьеме. Но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Ну да, я уж тоже понял, к чему он клонит. Видали, да, сколько там? Ходит и душ. И мудаков этих. Блядь, прям под стрелу подставился. Ебаный насрать. Сундуки не дают взлутать, а? Лезут и лезут все. Паразиты. Одним словом, паразиты. Так, аккуратненько так встал, упал. Всегда бы они так с неба до подоля. Хотя, что нам жаловаться? И так достаточно. Прикармливают. Но чует, мне нужно вот ярость подкапливать. Явно битва какая-то в конце будет. Враг сильный ждет нас впереди. Или уже? Ну, это аренка. Красавец. Подставился прям под его. Скинусь по палочке. Так, бустаю. И ломаем, ломаем, пока у нас... У нас там он сзади. Далеко еще. Уже недалеко. Он опнулся, что ли? Походу. Смотри, все. Он сильный. Он даже бой ведет как путник. Очень большая серия атаками. Ага, давай-давай им сначала мелкого. А потом большим займемся. Угу. Давай скидывать его. С ног, точнее. Блядь, не хотел, но придется. Придется, придется. Придется. Не хочу рисковать. Она в хиле. Хелл Викинг. В зависимости от типа удара, папа может к нему уклониться. От горизонтальных ударов лучше уходить назад, от вертикальных в сторону. Вот, я же говорю. Такое же силоведение боя, как у путника. Ну, а мы-то уже с вами научены. Куда отправляются лишь достойные воины, погибшие в славном бою. Хель же для тех, кто умер в бесславном. Преступник. Да. Ну и для тех, кто умер от болезни и без страха. Разве старение и бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Как говорилось в одной классике, жил без страха и умер без страха. Но... Тут можно это перефразировать. Жил без славы и умер без славы. А потом еще раз умер без славы. Уже от рук Кратоса в Хельхеме. Так. Нижним. Только ради этого? Смотри. А как нам? Блядь, не хочется ништяк пропускать. Золотой сундук. Грех на душу брать, пропускать. Так. Смерть хранителя моста поможет мертвым покинуть Мидгард. Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхема. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Вот именно, да. Какой в этом смысл? Вижу. Я слышу здесь, на самом деле, еще одного ворона. Еще одна часть, да? Семейных реликвий. Но я понимаю, что сюда точно придется возвращаться с Атрейм. Но вы видели, да? Там сверху кристаллы. Но и мы без электричества не можем разрушить. Хотя, может быть, клинки хаоса на то способны. Сейчас с вами узнаем. Так, ребят, давайте сделаем небольшую, так сказать, рекламную паузу. Видео создано, как думаете, при чьей поддержке? Ну, конечно, при поддержке бездельника. А ему нужна ваша поддержка. Поэтому прямо сейчас спускайте вниз под ролик. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И звоните в колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Если вы еще все эти действия почему-то не сделали. А мы продолжаем. Можем? Ну, нет, нет. Это было логично. Только с помощью пацаненка. Ничего страшного. Грустить не будем. Но ворону я слышу. Вот с ней бы хотелось разобраться все-таки. Ну ладно. Она где-то, может быть, тоже еще выше находится. Давайте взбираться. Будет чем нам заняться. После получения еще одной приблуды. Для разрушения препятствий. Опять тролль? Камнеборот какой-то? Мост проклятых. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь. Умеем, Мимир. Ты категорически прав, и я с тобой согласен. Его сердце откроет нам пути. Да. На этом Хильхейм заканчивается это. Вау. Это кто такой? Это огромный ворон. Интересно, как его. Давайте, ребята. Я когда буду монтировать и придумывать название главам на ролике. Я напишу, как называется. Вот это божество. Поэтому воспользуйтесь плеером. И увидите название главы. Это и будет как раз таки название этого имя, этого божества. Хворь. Ну и да, кстати, вообще. Если не замечали, то ролики по богу войны я дроблю. На главы. Поэтому как бы пользуйтесь. Я считаю, очень полезная функция на ютюбе. Ну, давай. Ты нас не видишь, что ли? Кратус, что? В стелс моет. Такой незаметный персонаж. Блядь, а ярость проебана у нас. Я хуй знает, как мы сейчас долго с ним ковыряться будем. Без прокачанного топора. Без ярости. У нас камень только в воскрешении есть, кстати, с яростью. Опа, он еще и исчезает. А чё это за хуйня? Блядь. Чё это за хуйня? Хотел, блядь. Ну, он просто кидается, что ли? Чё? Ой. Ой. Ебать, отвалится. Смотрите. А, я не могу камнем воспользоваться, потому что Атрея нет некому разбить его. Все, я понял. Наверное, в предыдущей серии так же не получилось, потому что Атрея валялся где-то. Блядь, ну это обидно было на самом деле. Я только хотел подлечиться. А тут вот эта хуйня произошла, да? Ага, понял. Я понял, как это работает. Нам нужно дождаться, когда сами, да, шары рассасываются. А ты можешь как-то дать это, атаковать себя вообще? А там так долго ковыряться будем. Ну, как бы, серьезно. Почему урон не проходит? Почему урон не проходил имя сейчас по коленкам? Какого черта, блядь? Ага, понял. Ну, это херня. Надо к нему бежать? Походу, все это время надо было к нему бежать. Да. Блядь, это ошибка. Ну ладно, пойдет он, по-моему. Опять то же самое, да? Не, нихуя не то же самое. Пиздец, он еще и кричит, блядь, мудак. О-о-о-о. Это, кажется, надолго ковырялка, блядь. Вообще-то больно, блядь. Причем так капитально больно. Было бы, конечно, хорошо, если бы он сам урон наносил. Ну вы поняли, да, ребят Давайте как-то, наверное, включусь Когда уже будет у него 1, 2, 3 Ячейки здоровья Ну как бы, блядь, здесь реально надолго не прокачано Увидимся А, нет Не увидимся Тут этапная хуйня Окей Тогда терпимо Тогда давайте вместе Ну просто никогда раньше такого не было Ну тролли, тролль Как бы я бы не сказал, что он там суперсильный какой-то Просто поковыряться и заставляет Блядь 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 Ага Наноси ему урон, пожалуйста, блядь Понял, блядь Положил фишуру, блядь Ер шейкер хуйня Просто отлично Охуенно Ну самое напряженное, наверное, в данный момент Я думаю, это у него этот крик, который, ну просто тебя Оглушает немного Давайте, наверное, оставим способность Ну, уровническую атаку Я имею в виду Пизда Вот тут, в принципе, можно вот так Сделать, да? И побежать сейчас на него Не дали еще раз хлопнули Давай разорвем его Уже хорошо, уже минус один Он нас зажал Он нас зажал, и мы погибли Нет Но зажал А у новых спавнеров, понятно, нет смысла с ними воевать Их даже стука еще больше стало Ну пока из всех врагов Наверное, из всех боссов Он самый геморройный Да Все Сейчас это железобетон Встретимся, когда уже дело будет подходить к концу Так, ребят Кажется, следующая стадия пошла Ништяк Ништяк, ништяк Кстати, я Ну не то, что был неправ Я был не так внимательен Ну да, он наносит им сам урон Опа, новые атаки пошли Но он более медлительен Что нам на руку Ага, хорошо Опа Это он что, крикнул, что ли? Походу, крикнул Хуйню начал спамить Даже, кстати, вот эти его ячейки ему урон наносят Ой, вот это, кстати Неприятно было Аккуратно Аккуратно, аккуратно, аккуратно В принципе, пока у нас все хорошо Ну так, это, в принципе Ну, в принципе, все может измениться В момент А может и нет Ну-ка Ну-ка Давай появляйся Вот, вот Хуйня взорвалась прямо у него перед ебальником Ты где? Нет, это не следующий этап просто Ну, как бы это глупо, наверное, этапом назвать Когда у него одна десятая здоровья осталась Вы чё, вы чё, вы чё, вы чё Хорош, блядь, на последней тычке Даже не смеете, блядь Всё Не смеют Давай, блядь, наработай Зато, блядь Давай, давай, блядь Отдай мне свое сердце, дружок Давай, давай, нажимаю Не? А, я думаю, надо прижать его Уф I see you Теперь сердце Придется тебе замарать руки Не в первый раз А что начальник скажет? Вон тот Пернатый Чо, Кратос, еще одно божество Ну, его приспешник Погнали Это хотят сказать, как раньше Как раньше С помощью этих клинков были изощрены убийства богов в Греции На Олимпе И та самая музыка Да Кратос умеет в расчлененку Хотя бы Атро этого не видит Сердце Кстати Тут именно, да Именно часть тела Орган какой-то Живого существа В оригинальной трилогии Он там тоже Руки, ноги отрывал Головы Освещал пути себе Ну да Это так Небольшая отсылочка к классике В этой прекрасной Броне Чур Сердце у меня Больше ничего не нужно Это все Лучше здесь не задерживаться Зевс 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 Твой отец Зевс Теперь все ясно Ебать Как много духов И призраков Не ходи туда В последнее время Аж всего сводит Блять Почему он здесь Это невозможно В мир муя Это просто иллюзия Хель мучает своих обид Секунду Матугар Хельсон Матугар Хельсон Сын Хельхейма И хранитель моста Он действительно родился И вырос в Хеле Быть ребенком в племени Тронет Нелегко Но в мире мертвых Наверное был Еще хуже Нам нужно вернуться К твоему сыну Вернитесь в комнату Перехода Тюра Но сначала Еще одно А нет Пламя Хаоса Небольшой огонек Не имеющий источника Но распространяющийся Во все стороны Возникает на местах Великих битв Используются для улучшения Клинков Хаоса Хаоса и огонь Новый труд И создание Прокачать клинки Хаоса до четырех Да Ну да Найти четыре фрагмента И сделать максимальное улучшение Хаа Ну нет Кратус Давай без глупостей Это нужно делать С клинками Вау Пятюшка Неплохо Что это? Так сказать Купюру Хабаровского края К нам В карман прилипло Ни за что Ни про что Хорошо Значит туда не могем Собираем силы Ну и возвращаемся Не без боя Скорее всего Так ребята А вы прямо сейчас Можете Перейти Справа По верхней ссылке В углу экрана На другой ролик С канала бездельник И тоже с удовольствием Его посмотреть Должен здесь быть Вот холод Ну скорее давай мне клинки Зачем Я же сказал что помогу Ну вот Давай Ты че брок здесь Кукол дел бой что ли Инструменты в Мидгарде Скоро вернусь Ты Ты не думаешь Что он их спер Вот Теперь они готовы К витрам Хеля Из этой сингулярности Вот этого времени Короче довод какой-то Да Это оказывается Все с помощью клинков Чтобы поймать Ветра Хеля Энергия ветров Я вижу Ага Ой смотри че На английском Ветра Хеля Очень нестабильны Их можно удерживать Только 10 секунд После чего они возвращаются В последнюю ветроловку Теперь бери клинки И цель с угловец Ветры дал Просто передаем Этот поток Нет брок спасибо Я иногда думаю Может он не совсем здоров На голову Куда ты там спрятался Куда ушел Береги бубенчики Бро Мы не хотим Что с тобой Что-то произошло А в голову Нам часто Такое втемяшивалось Что мы даже пытались Топором Эти механизмы Активировать Ну и Отлично Я правда Очень рад Что у нас есть Такая возможность Ловить им ветра Хеля А потом направлять Их к машинам А мне почему-то Казалось Это какой-то механизм Какая-то магия Сальфхейма Ну дурак Че Так А тут Где ветер А этот же Да мы забираем И дальше его ведем Правильно Понял То есть Прям такие цепочки Собирать можно Полетел Полетел Ой ты какой Маленький Сладенький Как тебя не достать Куда ушел Сука Суда Подошел Блять Блять Говнюк Ничего не скажешь А это Этот воздух Вот эта пелена Грязная такая Она появляется После того Как вот Мы взаимодействуем С духами Стоп Ну на вас же Топор действует Ну конечно Я аж помню Я аж помню Действует Надо было так сразу Хорошо Тут сундук Сундук Сундучок Бестерий обновлен Ледяной кошмар Только сейчас нам Про него написали А мы сколько раз С ними уже встречались Ну че за глупость Этот кошмар Владеет той же Магией холда Что и скитальцы Если она В нас попадет Наше движение Замедлится Вот Скитальцы Их как только не называют Жужаки Разбойники Блять Бестерий обновлен По поводу Вожак разбойников Скитальцы Черпают силу Из холода Поэтому папин топор Почти не причиняет им Вреда Хорошо что папа умеет Драться и голыми руками Нам бы достать Огненное оружие Антрея бежаешь Мы уже все имеем Тут спрыгнуть нельзя Да Ну да Это точно нужно будет Возвращаться уже С сынишкой Хотя тут мы вот Сверху сейчас можем Пройти Но Не более того Да То есть Вот здесь Двое этих корней Два сундука Один вот Другой золотой Чуть ниже По моему Он находился Где вы? Ээээ Так Легко сказать Блядь Не трудно сделать Может улетит нафуй Только не говорите Что блядь Последнюю тычку И он меня убьет Блядь 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 Ну убил 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 Маку снимай Все устроили Вот за эту дверь Мне надо было Движем Так Попал? Нет не попал На бестяре Открывать не будем Мы уже видели Интересно А если взять Клинки Хель И Начать воевать Какой-то дополнительный урон Будет проходить Или нет Но правда Будет неохота На самом деле Осторожно Что-то больно Нормально Как-то Передина игры Получше Парирование Пошли Не знаю Может ураги Как-то более атаки Стали Понятно Что-ли Или может Просто Как-то уже Привычно Стало Опа Понял Прикол Понял Что Закрываем И Но не можем Мы достать Оттуда Ясно 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 Поэтому И тут Не сможем Активировать Хорошо Тут у нас Что Не вижу А Это ход Тут Спрыгнуть Нельзя Тут Мы Были А тут Сверху Просто Получается Купшины Пока Верно Но есть Чем Заняться Есть Чем Здесь Заняться Да Сатреем Прейти Звуку Там Что Ль Ворона Походу Либо Путаю Скрежет Вот этого Золота Сокровищ Прости Брат Но у меня Из головы Не идут Твои слова Какие Про Зевса Не сейчас Надо выбраться Из Хеля Тут с тобой Не поспоришь Ветелая семейка Да Ты мимин Тоже уже часть Нашей семьи Такой Знаешь Дядя Дядя Который Очень долго Сидит В тюрьме Так Которого Все знают По каким-то Очень Сбалмошным Историям Вот именно Такой Дядя Ну вы поняли Да Ну а че Он безголовый Оторва Самая Настоящая Оторва Что такое На что Зум Я Ну может быть Там должен был быть Силуэт Отца Физиономия Его Ну кажется Не было Ну по логике Вещей Так вот сюда Нужно Вон туда Нужно Давайте отсюда Второй заберем Потом Еще раз В двери А вот и Путники Да Как раз На улучшение Нашего сета Хорошо Смотри А мы активировали Че это нам даст Я знаете Че хочу Пробежать Сейчас через Путника И мы кстати Ж должны Урон наносить С топора Он не встал Давайте попробуем Сразу Я только сейчас Понял Почему мы Такой слабый Им урон Наносили Потому что Они блять Ледяные Да Ой Ну да Потому что Они блять Ледяные Поэтому Такой Слабый Урон До этого Не наносили Ну хотя Я прям Не скажу Что гипер Неэффективный Был Но Блять А вот Эту Кую Уже Знаешь Походу Нет Аптека Я не помню Где я там Была Попал Урон Не наносим Так Еще Отходим Блять Как обычно Последняя Плюшка Ну почему Не проходит Иногда Урон Через Анимации Проклятые Так я Не понял Что мы Сделали И сделали Ли мы Вообще Че-то Из того Чтобы Мы Втыкали Сюда Хеля Давайте Попробуем Этим Что Сначала Активируем Вставай в центр Встаньте в круг Надо было Бить Путь Раньше Вот Смотри Вот опять Да Видел Видел Точно Видел Ну или Видела Да У нас На канале Тут Дикриминации Бездельников Нету Всем Рады Ну вы Короче Поняли Да Через Анимацию Не прошел Урон Ну все Конец Да Нет Блять Я уже нервничать Начинаю Блять Сейчас Плюху Плавлю Хватит Чпать Пиздец Это Мы придумали Героев Умертоносные Боевые Эфесы Рукоятки Для клинков Низкий шанс Получить Дар силы При убийстве Врага Бестиарий Путник Хель Мертвые путники Злее и опаснее Обычных В них трудно Стрелять Потому что Они бегут Прямо на нас Да нет По-моему Стрелять Вот я не помню Путник Хель Был Да был Вроде Не знаю Ребят Если помните Напишите В коммент Я правда Они для меня Все были Блять Тяжелые Сложные Как бы Невозможные Так Сундук Открыт Сундук Открыт Хорошо Давайте Здесь Зажжем Ну и там Зажжем Самое главное Тех победили И без клинков А этих С клинками И так Сойдет Мы с вами Большие молодцы Всем пизды дали Успел? Блять Сука Я не успел Я так понимаю Нам не нужно Два нести Нам нужно Одного достаточно Это через весь путь До самого начала Пронести Да Я тут уже Как бы Допер Кожмару Нужно Вот Блять Да как его Пронзить Ты пронзишь Это кто там Кто это Блять Ты откуда Взялся Вообще Друг Неприятно Неприятно Было Конечно Получить Хорошо Следующий Нащите Я вижу Ледяной Кошмар Наверное Вот они Про это Пронизывать Потому что Такой точечной Атакой Мы не можем Они постоянно Уворачиваются Че будет Кто еще Я слышал звук Да Вижу Может быть стоит Отступить Блять Я тут Кидаю Раскидываю Кручу Верчу Думаю Бля Красиво На нахуй В спину Раз Два Не буду Пока На этот чит Ставится Подглядим Что здесь Блять Сука Да что ж Такое Три рядовых Моба Просто Натягивают Меня Растягивают Унижают На глазах У вас Уже Второй Раз Я надеюсь Мы на этом Закончим Третий Уже Победный Будет Талека Или Насколько Мы здесь Блять У нас меньше Попыток Блять С боссом Сейчас было Мы серьезно Мишут Достаем До второго Вот сейчас Точно достаем И вот так Вот так Вот так Вот так Прикрутим Блять И вот так Хорошо Пошло Пошло Обжариваю Туда К папе Все Без единого Урона А все Что было До Забудьте Вот так Вот так Ну вы поняли Да Отсылку Память Я вам Прямо Сейчас Стер Так Хорошо Несем Энергию Ветров Хель Дальше Угу Вижу Не дурак Ну дальше Еще наверно Враги будут Да Ну конечно Блять Как же без вас Неприятно Даже не с ней Блять Спрыгивать Все Вроде Все Бестярий Выводы Касхели Их удары С воздуха Могут Нам замедлить Если они взлетели Надо уходить В сторону Ну На самом деле Даже Готов поспорить Лучше Не в сторону Лучше Назад Двидць Перед этим Нанести урон Потому что Кажется Что они Замедляются Знаешь В этот момент Немного Стоп А куда Блять Тут наверх Блин Я же помнил Это место Ну что Ворону Убивали Потом Сюда Ну а потом Уже туда Запиздился Запиздился Чопа Чопа Чем Тут Это Как Тут Вообще Находится Замечательно Мы дважды Здесь были И дважды Не видели Эту ступеньку Ну вы Ребята Наверное Все Видели Просто Я Вот Этот Слепожоп А вы У меня Внимательные Так что Если что В комментариях Там Подсказывайте Если Где-то Что-то Важное Пропускаю Если Где-то Что-то Забываю Интересно А если Тут Врок Дунуть То Кто Отсюда Вылезет Вороны Это Прилетит Ну Получается Там На Острове Тоже На Котором Мы Пытались С помощью Топора Механизма Активировать Там То же Самое Нужно Блядь Блядь Вообще Замедляет Дико Сволочи Я уже Даже Просто Блядь Не могу С места Затвинуться Пофиг Пофиг Я хочу Его Просто Убить Сейчас Вау Бля Первый Нихуя В этот Раз Попал И Даже Смог Отбить Выстрел Отпарировать Выстрел Кошмара Нихрена Себе И Обратно Его Отправить Ебать Просто Доволен Как Слон Прокачивал Прокачивал Нихуя Ничем Не пользуюсь Вот тут Вау Чисто Случайно Получилось На шар Так Смотри Вот сюда Да А это Не обязательно Было Или обязательно Такое Чувство Что Там Дополнительная Какая-то Херня Чуть Было Было Хардкорно Если бы Еще Ветер Возвращался В свою Начальную Точку Блядь Смотри Мы на секунду Не успели А Прикол Наверное Еще Какая-то Есть Промежуточная Или нет Серьезно Нужно Успеть До Туда Смотри А с этой Страны Мы видим Ну да Чук-чук-чук Че не дурак Чук-чук-чук Писел Бензобак Это локация Кстати Тоже Да Подходит Успели На тоненького Такого Тонюсенького Я бы даже Сказал Но успели Че тут У нас Смерч Хаоса Слабая Руническая Атака Круговая Атака Освобождающая Пространство Вокруг Героев Вот Это уже Интереснее То что мы На эту Потразили Не жалко Потому что Ну нам В любом Случе Нужно Было Как-то Мир Зачищать Так Да Мы с вами За рукоятку Выбили Это Получше Будет И стоп Я сейчас Затупил Что там Ячейка Есть Нет Ячейки Нет Просто Прокачивать Можно Но все Кажется В этом Мире Хельхеми Покончено Вот так У нас За всю Серию Удалось Уложиться Надо же Сумел Ну Поторопись К сыну Ты Промбран У всяческого Здоровья Рукоятки У Как их Много У Ла Ла О чем Мы хотим А я Всех Знаю Что Мы хотим Так Так А наша Вообще Неплохая Так Давайте Улучшим Стоит Целое Ничего И еще раз Даже Можем Да Ну я Думаю Да Можем Почему Нет Денег Куча Чешуйки Это тоже Нормально На максимум На максимум Супер Продать Нам Больше Нечего Потом еще Вернемся В Хельхейм Чтоб Собирать Как раз Таки Потом Уже Продадим Да Ну да Да Еще раз Хочу сказать Что мы Большие Молодцы Что за Всю серию Уложились В этом Мертвом Мире Хельхейме А дальше Уже Побежим В следующей серии Катрею Спасать Спасать А дальше Опять Эх Наш Любимый Озеро Девяти И все Его Причалы Со всеми Его секретами Сокровищами Корнями Классным Клевым Ну и надеюсь Вам нравится Потому что Мне нравится Это все Защищать Все собирать Получаю Дикое удовольствие Ну а вы Ребята Не забывайте Оценивать Ролик Писать Комментарии Подписываться На канал Звонить В колокольчик Чтобы не пропускать Новые ролики На канале А с вами был Бездельник Всем безделье И пока Вот и все Неплохая Получилась история Интересная Веселая Порой немного Грустная Главное Поучительная Она научила Нас быть смелыми И не бояться Вызовов Которые готовят Нам жизнь Помогала Нам добиваться Поставленных Целей Несмотря ни на что И самое важное Она научила Нас по-настоящему Наслаждаться И не сходить С пути Следуя за Своей мечтой Но как Это обычно Бывает Когда заканчивается Одна история Всегда Начинается Другая Субтитры создавал DimaTorzok